Всем привет дорогие друзья, с вами Максон и это уже наша получается восьмая часть прохождения метро. У нас тогда был серьезный баг в том плане, что мы взяли вагон и он не поехал. У нас багнулось и мы оказались в другой стороне карты, но я этого не понял. Этого я не понял и просто бегал как дурачок всю часть. Половина я там смонтировал и чтоб ну все в ускоренном варианте было, но к сожалению так и не понял причины и перепрошел к главу вот этот отрезок и снова мы взяли свой контроль эту штуку и уже едем вместе с вагоном. Сделал то же самое, подъехал на дрезине и все типа и врезался, а тут здесь не цепляется никакой магии. Просто поедем как это будет, этого я уже не знаю, прохожу вместе с вами. Здесь без проблем был. Входим все пучком. Только я не помню вот в этом отрывке я гитару взял или нет, потому что нет. Отображается, что гитару типа я не брал. Не помню. Так, главное ехать, ехать, ехать. Ну вот, все по плану. Тогда я просто, как сами помните, багнулся и все. Ну пофиг, если что без гитары. Главное для той девочки мы Мишку взяли. Вот он, анимация, видите, двигаются и все. Ура! Наш дом приехал! Вот это да! А я в вас сразу иду потенциал. А вы Мишку моего найдете? Еще на глушилке. А что сказать надо? Артем, поднимись в рубку, дело есть. Спасибо, дядя Артем. Спасибо вам огромное, Артем. У меня просто слов нет. Здорово, Артем. Здорово. Ну здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... Дай бог все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И... Артем, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же... Спецназ? Не танкисты? Удачи, Артем. Я понял. Спасибо. За пожелание. Ну, здоров, рейнджер. Ха-ха. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артем, смотри. Я для тихаря улучшения приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Лазерник, пускай будет. Да вроде еще никто не из прессов не гребил. О, лазер. Здесь враги. Лазер, лазер. Попробуем установить. Так. Ну что? О, в кучу. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Удачи. И еще раз спасибо тебе. Так. Спартанцы окружили его и готовы к захвату. Мне надо подготовиться и отправляться на встречу с Анатасием. Сыря нам, короче. Спасибо вам. Спасибо. Вы не представляете, что это для нас значит. Спасибо. Мы ведь на этом вагоне год назад сюда. Столько всего потом произошло. Все будет хорошо. Артем, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артем, ни пух ни пера. Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту. Артем, мы на позициях. Ждем. Давайте тогда через башню на тросе прокатимся, чтобы посмотреть, взял ли я гитару. Потому что в первый раз, в первом прохождении я ее взял, а вот в втором, может быть, и не взял. Бандитов надо сходу валить. Все ребята пересырались. Я что-то так резко не хочу. Блин. Я таки не понял, вы его или нет. Все, пацанчик, твоя взял. Все, бля, хватит с меня. Сдаюсь я. Ну, вырубим его. Убивать не будем. Посмотрим насчет гитары. Внимательно осмотрим. Просто вроде как я забирал их. Очень странно. А может и не забирал. Так. Да, не забирал. Ну, заберем. Главное, что тросик никто не слушал. Вон, Наня уже бежит. И мы сейчас с этой стороны заняем. О! Царь рыбы уже здесь. Так, погнали вниз. Снимаем модификацию на увеличенный магазин. Видите, везде есть свои плюсы. Такое животное. Кстати, какого-то хрена... Аня целится мне в голову. Это нормально? Артем, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран. Спасибо, что не убило. Ну, за модификацию, я думаю, надо было побоевать, правильно? Так. Я здесь. Черек валяется. Так, ну что, здорово. Пропажи ты моя. Да. Я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Пойдем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Пойдем. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если и получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охрана, человек 15. Четверо утра по наборжу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом планке. Сэм, прием. Я на месте. Выше часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо, вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Прекратить батарь. Артем, командир, ему и решать. Эти люди нас зла не делали. Артем, может, дождемся темноты? Будет проще пройти охрану. На червяках кто-то заснет. Тут в кабине можно отдохнуть пока. Так. Да. Так и сделаем. Погнали в кабину. А ночью начнем. Вон еще один наш друг. 7. Так и сделаем, друзья. Пойдем ночью. Так и сделаем, друзья. Пойдем ночью. Почему бы нам не отдохнуть? Почему бы нам не отдохнуть? Тем более по снарям будет понятно, кто где лазит. У нас у всех лазер. У нас у всех лазер. Так, как там вниз спустится теперь? Либо только вверх. Скорее всего только вверх. Что нам держаться в тени? У нас есть приборночного видения. Кстати говоря. Ребята здесь конечно просто селись. Так. А уж тем более. Разберем на панели. Не спуститься. Как-то. Как-то вот отсюда тоже всех мочить. Как-то вот отсюда тоже всех мочить. Вот этих не щалкаешь. И если все и дальше пойдет, как сейчас, то у нас затворы намертво приржавеют. Все при свете. Так. Что там могло быть? В натуре. Здесь ничего не могло быть. Другие какие-то. Вот это интересно. Куда ведет? крест это дело смотри там на борт влезть можно давай я их отвлеку а ты туда спрячься здесь и жди пока пройдут давай это еще чего там надо проверить да мне бы оно и нафиг не сдалось но проверить надо ладно давай глянем если зажрут тебя отомщу тихо главное не двигать так это два ну красота просто могли бы просто вывести в чисто поле и поставить лицом к стенке с тем же успехом они дальше поют ну что в этот раз до самого нижнего пойдем нет километров за двадцать поворачиваем ну их психов этих ты пропор ну а на кого эти доблестные защитники в прошлый раз там всю руку изрешетили если на плане пока разгружались все нормально было а как платить так мы сразу восточными барбарами так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть сдают я скорее в баку пойду чем туда ну там то тоже говорят нас а там черт его знать что творится никто не был врут кто а что гораздо но с нижним все ясно я вон на шкуре своей убедился видел шрам кто то с кем он болтает хрюшка как я пойму что я найду капитана у тебя табачку не дураться бы отсюда нету толку стоять ты ж мутишься вон же их не усеешь если что а у меня опарыш там опарыш между баржами есть слот перелез через горшину не ловится ничего та тварь небось всю рыбу выжрала тихо ничего нет и вообще иди давай распугаешь мне все тут трепом своим только клёв начинается сейчас нихрена их тут раз два три четыре как я пролезу не вижу и оглянуться не успеем а уже все так недопонял немного тихо тихо что лучше под обстрелом или как по мне так под обстрелом что так можно было ну как долго нам еще тут ласты парить так да только генератор глохнет на постой потому что надо было в тот раз новые свечи брать а не это барахло сэкономили бля экономисты да ладно тебе барахло а 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 ух кто нам базарит а глаза а так где он главноп well Готов! Что за чёрт? Что за чёрт? Вижу противника! Опа! Надо идти за главным, короче. А-а-а! Аккуратно, глав! Ну понятно, спецкваст. Заглядываем. Артём, все караванчики нейтрализованы. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Ну чё, тядя, баржа наша. Фух! Отлично сработало, Артём! Сужаться даже, что по-тихому не получилось. Ну шо, ребята! Готовимся к отплытию! Если кто чё забыл, то уж забыл! Времени терять нельзя! Ребята, удачи! Ни пуха, ни пера! Артём, смотри там! Да, удачи нам пригодится! Ну, как говорится, 7 футов подкилим! Ура! По местам стоять! Якори сниматься! Сейчас где-то полпути пройдём, мы часов до 4 с камышами покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявить. Думаю лучше всего, и они всех после заутриньи создать будут. Поехали! Отлично! Мы продвинулись по заданиям. Я уже думал этого не произойдёт. Я уже думал этого не произойдёт. Артём, князь, мы это вот приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костёр. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, поймаешь? Хех! Ну и вам, значит, и туда. А я пока охране зубы заболтаю. Хреть, что караван, лодки. В Москве думали, что всё, полный апокалипсис. Жень, берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебя торговать будет! Ах! Ахахаха! Ахахаха! Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки! Удачи! Мы его излученный корягу поймали. Весь борт развратило. Пришлось там мель сажать. Артём, князь, на прород скрытно выдвигается на исход. Готовы начинать. Выбошёлся к нам. Принято, товарищ полковник. Работаем. Как чего? Явились ведь, как отец Филандии говорил. Офигеть. Кто явился? Так, посмотрим. Запись еще 26. Плуге сатаны! Ты как на заутренний не был. Не был. Допрыгаешься. Пошлёт святой отец демонов искоренять. Ну, рано ведь. Вы хоть и расскажите, что было. Ладно уж. В общем, верить их прямо на проповедь, как сусилантию явился. Всё как ударить. Они в напад ударили. Наши на лод и туда. Но не нашли, как сквозь землю провалился. И Катька эта ведьма с отродьем своим сбежала. Ведьма с отродьем. Думаешь, нападут они? Я чё так? Семен-то вернулся? Ты чего обалдел? Они же с Кириллом всех демонов и звезди поклялись. Такие не возвращаются. Да кого хочешь, проси. Их-то мне, Христи, перехватил. Их-то мне, Христи, перехватил. Здрефил Семён просто. И не такой придумывают, лишь бы к демонам не идти. Нет, брат, не здрефил он. Как вернулся в храме, скандал устроил, но своего добился. Теперь вместо Семёна за еретика молиться будем, понял? Ох ты, за еретика? Хотя дело богоугодное. Да что тут думать? На ту сторону хотят, как все. Перекрестился, порог поцеловал и обратно ушёл. К демону понял. Все лучше жизни хотят чуть. А хорошо, где? Самое дело не надо. Где нас нет, вот где. Ничего, мы же праведники. Чё, молишься? Ну, пролезь дальше. Так, они посугались. Да везде. Смотри, у тебя-то глаза молодые. Если увидишь, сразу кричи, понял? Ого, мы поехали. Сам даже не заметили. Артём, я почти на месте. Где ты там потерялся? А я тоже где-то потерялся. Где-то блужу, пацанов гашу. И разверзли с небеса. И пал на землю грешную дождь из ракет. И стала земля пеплом. И вскипели моря. И люди всей обратились. И только обитель наша уцелела. Ибо тут нашли приют. Верные Господу. И с милостивился Господь. И промеж них избрал старшего. Именем Силантий. И рёк ему. По те поры буду с вами. И буду беречь вас. Потоверность мне храните. Пока технику песовскую отвергаете. Отвергаем. Это что здесь? А пуще прочего. Отвергаете ли хитрость дьяволову? Ток электрический проклятый подарок. Лукавого глупца. Чтобы те о себе возомнили. Будто стали превыше Господа. И при могуществе его. Отдеваем. Я не психи. Это просто жесть. Истинно. Ибо в токе электрическом и соблазн сатаны. И яд его. Ибо лишь только тот, кто тринит ток и адом. И машины всякие. Пройдёт в царство Божье. Лишь того, кто тебя не заморал. Пропустил хлебные чертоги Господа. Закрымо. Славься Рыба. Славься Рыба. Помоги. Не дай пропасть. Да не знай. И не убоимся пришлых. Что с войной нам пожал. Придёшь. А мы уже быстрее стражи не виноват. Добрались, значит, не летим до проклятия. Добрались. Катерина увели ты меня. Добрались. Ух ты, шустро, Артём. Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать её с дочкой. Ну что, всё понятно? Чего не понятно? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Ты чё псих? Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает. А мне надлежит паспу мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот всё, что мог! Вы, главное, не стреляйте! А машинисту скажите, чтобы не гнал! Мост еле дышит! И останавливаться нельзя! Мост рухнет! Вам придётся прыгать! Давайте рубим! Артём, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артём! Естественно! Неужели мы перешли в следующую главу без багов таких вот с вагонами? Фу! Даже прокомментировать нечего. Как бы в шутерах ты особо ничего не скажешь. Сами всё видели. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир. И не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество – грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мёртв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось всё метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли эта ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Я думаю, можем и не встретить, дорогие друзья. Фиг знает. Потому что, ну, даже если была в ядерной войне, да кому нужно уже. Там надо... Артём! И уже тоже надо набирать его роту. Просыпайся. Кто? Артём! Тебя полковник в рубку зовёт. А я побежал. Вставай. Пора. Или просто в шлемах они, примерно, все одинаковы. Да. Дети с экрана. Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Нас ведь людей и так мало осталось. И, может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто потому что они тоже люди. Нагрузила? Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. С другой стороны, наконец-таки нормальные вещи. Артём, посиди со мной немного. Естественно. Хорошо как. Век бы так лежало. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Нет. Да, у нас, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса, там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так. Вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши. Куда-то в никуда. Да ещё и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? Конечно. С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Что, идёшь уже? Ну, беги. Куда они без тебя? Знаешь, я тут с Катей поговорила. Сижу, вспоминаю этот мост. Людей этих. Ну вот, мы под землёй двадцать лет просидели, а они нет. Ну и что? Это ведь не те люди, которые города строили, самолёты, ракеты в космос запускали. А такие же, как в метро. Только ещё более задурённые и несчастные. По сути, они просто рабы. Самые настоящие. Целый день пкалывают, полночи молятся. Всё по расписанию, всё под надзором. На самом деле, молодцы. Всё. Буквально всё. Теперь можем снова освежать свои знания, про обещать такую просто. Ну, то есть, понятно кто. В Силанте этот. У них ведь даже своего ничего нет. Штаны и те общинные. Штаны и те общинные. Наврал им стриг короба про электричество. Они и уши развесили. Не все, понятно. Но там, просто если вопросы задаёшь, получай епитимью. Поклонами до молитвы шаровую молнию уничтожить. Ну, а это верная смерть. Ну, какая беда от фонарика? Что плохого в радио? Нет. Только прячется, крестятся. Как так можно человеку голову всякой дрянью забить? И всего за несколько лет. Люди вообще как-то удивительно, на листу уверить во всякое враньё, знаешь. Главное, чтоб удобное враньё было. Или хотя бы привычное. На этом мы будем заканчивать данную часть. Всем большое спасибо, кто смотрел, кто был с нами. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok